МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чем можно наполнить 5-литровую банку? Вареньем, солеными огурцами или живыми растениями? Подготовьте банку, грунт для пересадки и несколько небольших суккулентов. Здравствуйте! Вы смотрите Ботанику. Осенью тема банок становится все более актуальна, даже в дизайне, даже в цветочном дизайне. Мы с вами делали уже много различных композиций с применением самых обыкновенных банок. И сегодня я покажу вам еще один вариант использования обычной 5-литровой банки. Сегодня эта банка станет кашпо для растений, для вот таких вот небольших суккулентов. Идея проста до неприличия. Мы просто посадим растения в банку, закупорим их крышкой, и получатся у нас такие вот летние консервы. Начнем с подготовки грунта и пересадки растений. Если вы, так же, как и я, сажаете суккуленты, то должна быть специальная рыхлая земля, а также дренаж. Начну я, пожалуй, с керамзита, который будет являться дренажом в этой композиции. Насыпаем на дно. Учитывая, что в банке у нас нет дренажного отверстия, кладем чуть больше дренажа, чем обычно. Дальше все как обычно. Небольшой слой земли. Подбирайте специальный грунт для суккулентов или для кактусов. Или же, если у вас обычный универсальный грунт, можете разбавить его песком один к одному. Немного земли. Всегда учитывайте тот момент, что земля достаточно сильно уплотняется при пересадке, а также при первом же поливе. Она еще сильно осядет. У меня сегодня сенсивьерия, такая вот необычная, маленькая, совсем маленькая растенница. Достаем красову из горшка. Наверное, самое крупное сегодняшнее растение. Вот здесь, пожалуй, слишком много растений, мне не нужно так много. Поэтому я отделю всего лишь несколько самых аккуратных и красивых растений, которые находятся с краю. Очень осторожно отделяем корешки. Стараемся не повреждать их, насколько это возможно. Мне нужно 1-2 таких крупных растенец. И можно пару маленьких. Они, в принципе, достаточно хорошо отделяются, грунт очень рыхлый. Еще один важный момент. Чтобы было проще отделить растения друг от друга во время пересадки, заранее хорошенечко полейте растения. И тогда грунт будет рыхлый и в корешке легко отделяются друг от друга. Вот аккуратно стараемся не травмировать растения. Отделяем. Начинаем пересаживать самого крупного растения. У меня это креосола, поэтому ее сажаем самой первой. Аккуратно располагаем растения внутри. Сразу видно, что придется добавить еще земли. Немного уплотним грунт вокруг красула. Очень хорошо видно, что земли маловато. Добавляем земли. И уплотняем вокруг растения. Конечно же, это не так просто, как посадить растение в обычный горшок или в кашку. Следующая на очереди сансевьерия. Делаем для нее небольшую ямку и сажаем. Ну и малыши. Последние на очереди. Тоже делаем для них ямку. Как видите, в такое небольшое пространство влезает не так-то уж много растений. Всего лишь три цветка. И практически все место занято. Поэтому оставшиеся, боюсь, у меня не поместятся все. Но мы возьмем еще парочку растений. Остальные вернем на место. Особое внимание уделяйте вот какому моменту. Следите, чтобы все растения были у вас посажены на одном уровне. То есть не было такого, что одно глубже, другое чуть выше. Дело в том, что при посадке в банку сложно проследить этот момент, но это очень важно. Ну что же, кажется, все растения посажены. Легко поправим их место расположения. И утрамбуем землю вокруг них. Когда окончена пересадка, самое время полить растения. К тому же мы с вами делаем сразу два хороших дела. Первое – это, естественно, полив. А второе – мы отмываем стенки банки от земли, которая налипла на них при пересадке. Лучше всего, конечно, использовать вот такой вот помповый пульверизатор. У него очень удобный носик, который нам позволит сейчас направленно вымыть стенки сосуда, в котором у нас растут цветы. Так вот очень легко все отмывается. Итак, поливаем, но не увлекаемся уж очень сильно. Нам самое главное, чтобы у нас осела почва немного и вымыли стенки сосуда. Теперь самое время посыпать эту землю какими-нибудь красивыми камушками и песком. Все зависит от того, что у вас есть в арсенале. У нас есть декоративная крошка, такая вот каменная, есть цветной песок, есть обычный песок. Начну я, пожалуй, с самого обычного песка. Его можно набрать где-нибудь на речке, но хорошенечко промыть. Или же купить специализированный песок, уже промытый. Чаще всего его можно встретить в магазинах, где продается все для аквариумов. Посыпаем песком любые понравившиеся вам участки. Можно равномерно, можно наоборот как-то неравномерно. В общем, на что хватит вашей фантазии. Тут тоже нужна некая сноровка, потому что, естественно, все растения сразу же оказываются засыпаны песком. Я решила сделать равномерный слой, ну или почти что равномерный. Ставлю всего лишь один участок без песка. Следующая на очереди каменная крошка декоративная. Вот такие вот очень красивые камушки. Эпизодически засыпаю ими поверхность земли. Тут можно почувствовать себя ландшафтным архитектором в миниатюре. Создаем мини-ландшафт. У нас тут есть и растения, есть и поверхность земли. Все, что угодно. Камушков достаточно. Пожалуй, теперь цветной песок. Я решила не брать каких-то ярких цветов. У нас будет нейтральный зеленый оттенок. Пожалуй, самое время еще немного отмыть стенки. Конечно же, нужно их поливать, чтобы отмыть листочки, но все-таки соблюдать меру. Ну что же, смотрите, по-моему, получается очень неплохо. Я думаю, что можно добавить еще немножечко цветного грунта. Совсем чуть-чуть. И, наверное, даже на этом остановиться. Ну что же, это был, я думаю, последний душ для растений. Теперь нужно протереть банку. Протереть стенки, чтобы они были чистые. Теперь нужно сделать какую-нибудь красивую декоративную крышку для этой банки. Не может же банка быть вот такой вот незакрытой. Все-таки у нас консерва. Консервируем летние впечатления. Ну вот. Поэтому крышку мы сделаем из кусочка ткани. У нас есть... Можно сделать из бумаги, можно из ткани. Но у меня есть такой замечательный холст. Ну вот, кусочек натуральной ткани. Поэтому вырежу квадрат. Так. Умеряем. У меня получается примерно 20 на 20 сантиметров квадратик. Ну все, конечно же, зависит от размера горлышка банки. Можно еще сделать края чуть более такими неряшливыми специально. Вытащить пару ниточек. Так. Ну и можно взять резинку, например. Для того, чтобы удобно, можно было снимать крышку для полива. И одевать ее на место. Поэтому обычная такая вот, аутентичная резинка, это то, что нам нужно. И мне кажется, нам стоит добавить последний штрих. Чтобы все выглядело как-то более по-научному. Все-таки мы должны знать, что у нас за консервы в банке. Нужно их подписать. Поэтому я предлагаю сделать бирку. На эту банку. Ну вот такая она не очень мне подойдет. Она все-таки в полосочку. Ну вот такая самая обычная. То, что нужно. Можно даже, чтобы она была мятая. Мне понадобятся ножницы. Специальные волшебные ножницы, которые режут и делают красивый край. Вот смотрите, есть вот такие. По-моему, отлично. Ну вот, заготовочка сделана. Осталось ее подписать. Делаем красивую рамочку. Куда же нам без рамочки. Не знаю, как вы, а я люблю все делать на глаз. Ну, для любителей всего четкого и совершенного можно все наметить по линейке. Ну, осталось самое простое подписать латинские названия растений. Готово. Осталось самое приятное. Приклеить гирку. Вот такая у нас с вами получилась композиция. По-моему, очень оригинально. И не нужно тратиться на кашпо. Обычная пятилитровая банка. Хотя, возможно, вы выберете более изощренный вариант. Например, бутылка с узким горлышком, корабли и так далее. А я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Ботанику». До встречи. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»